1 октября в России отмечают День пожилого человека, а накануне праздника торжественные мероприятия прошли в стенах Ульяновского центра «Патриот». Здесь было многолюдно и ярко работала выставка, на которой представители серебряного поколения со всего региона представили свои изделия художественного промысла, угощений и многое другое. Цель была проста – показать, что эти люди молоды душой. Входим в театральный коллектив, у нас очень большой коллектив театральный, давно уже выступаем там, и эти костюмы у нас связаны с нашим театральным выступлением. Мы играли Островского, мы играли Гоголя, мы играли Гончарова, небольшой у нас был отрывок. В регионе проживает примерно 300 тысяч человек, которых можно отнести к серебряному возрасту. В рамках НАСПроекта в сфере демографии в регионе уже открыто более 200 центров активного долголетия, где люди пожилого возраста могут провести свой досуг и получить помощь от специалистов. Есть и более серьезные меры поддержки для оказавшихся в трудной жизненной ситуации. У нас сейчас строятся современные стационарные объекты для того, чтобы наши граждане, если уж случилась такая ситуация, они могли жить в безопасных и комфортных условиях. Также в рамках реализации НАСПроекта у нас реализуется система долговременного ухода, и мы видим, что она действительно работает, потому что сейчас социальные работники готовы приходить и оказывать помощь ежедневно. В настоящее время делегация серебряного поколения нашей области находится в Нижегородской области, где представители регионов обсуждают различные аспекты помощи людям старшего возраста и делятся опытом. Следующий год в России объявлен годом педагога и наставника. Уже сейчас готовятся программы мероприятий, в которых люди старшего поколения примут самое активное участие.